Друзья, сегодня в 14-е. Вчера я снял такой своеобразный скандальный фильм. Я не посидел Сека, которого когда-то называл своим другом, оказался предателем. Вот. Сейчас будет вторая серия. Я тут, смотрите, я готовился к очередному времену. Сейчас покажу. А, вот он. Это я отвечаю на вопросы. Понятно. Это ко мне обращается общество. В котором аграрный туристический конкурс. У них 450 га земли. Вот. И, наверное, у меня достаточно авторитета, чтобы они написали следующее. Вот. Вот мои эти вопросы-ответы. Это я учу их, как избавиться от посадочных капитальных ям. То есть, они мне доверяют. Вот. Дальше прошу о помощи. Что садить? Как садить? Где садить? Вот. Видите, это будет на вебинаре. Вот. А вебинар будет завтра, 15-го. А пока что. Вот. Это подготовка к вебинару. Вот. Вот. Это уникальные плоды. И не только плоды мажорского ореха. Вот. Дальше представляете, что это такое. Снимает, помогает, оказывает, расширяет, улучает, укрепляет, улучает, препятствия устарения, восстанавливает, убирает. Вот. Вот. Онкология. Вот это всё. Никто ничего не знает. Это я лишь я расскажу. Не полюбить. Мажорский орех опутан бифами. У-у-у. Если есть, ещё заставят полюбить. Вот так вот, ребята. Вот. Бифы победили. Ладно. Это всё я... Ну, это своеобразный анонс. Ну, точнее, беседы. По интернету. Вот. Это мои советы. Вот. Это открытие века. Открытие тысячелетия. Вот. Открытие всего этого. Самое главное. Какое только может быть. Природ, природознание, мировоззрение. Представляете? И об этом вы узнаете. Об этом многие не знают. Вот. Узнаете о такой подлости. Фальшивая саженца, нарисованная. Узнаете, какие у меня друзья, какие они умные, какие они наблюдатели. Это тоже надо. Вы сейчас можете взять, потом фильтр раз, открыть, раз, стоп, и все это прочитать. Вот, вдруг вы не будете смотреть на юбилей, на юбилей, на беда. А вот она, герой, неделя, герой месяца. Этот человек, вот здесь вот, сказал, что он опустил двоих. Бородского села, якобы не морозостойкими, хасанскими, вот, 128, и железа, у которого нет персиков. Вот, а у него есть. И, в первую очередь, я рассказал. В 2014 году познакомили, до этого он был предпринимателем, видимо, погоневшим. Вот, взялся за садоводство. Вот, до этого он взял, ну, кусочек грименара будущего. Вот, казалось бы, вот его саду, все рассказал. Вот, это да, его, потом покажу. Якобы его. Вот они в горшках. Вот, это такая серьезная дама. Смотрит. Иридическая информация. Вот, иридический адрес. Все это по-честному. Кроме одного. Борду вы его не набьете. Это не его садится. Это он прикинулся. Борду вы его не набьете. Здесь он не живет. И его магазина, забейте, питомника его не видел, где ленчак. Его магазина тут тоже нет. Борду не набьете. Каче садится, не проверяйте. Зачем он это сделал? Сейчас увидите. Вот он, кстати, броски, которого он опустил в диреплентус. А вот и вот. Фальшивая фотография из интернета. Первой серии вы все видели. Фальшивка, 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 фальшивка. Вот. Я даю свои фотографии нет. Даже першик. Вот. Фальшивка. И, наконец, першик Малькова. За три года сделал, до 40 градусов даю. Вы понимаете? Мечелин в гробу переворачивается. Вот прямо сейчас. Вместе с Лысенко. Вот. Вместе с Давидом. Потому что Давид на это, знаете что? Давид на это эволюция. Три месяца. Три года. Что вы творите? А давайте сюда заглянем. Итак, продолжение темы. Вот. Я вам показал. Видели? Внимание. Делаем крупный план. Вот. Смотрите. Что вы уже видели? Та же дама. Те же сосанцы. Дерьмовые. С полуэлеметровым штампом. Дерьмовые. Значит, они это. Больные. Вот. Они вставлены в горшки. Я, наверное, покажу. Как они обрастают травой, когда они хотя бы год в горшках. Хотя бы год. Вот. Они вставлены в горшки, присыпаны землей. Вот. Это не твое, Андрей Майков. Гражданин Майков. Это не твое. Но ты же ими хвастаешься. Русан. Да? Русан. Магазин Сарусу. Заметь. Не питомник. Магазин. Смотрим сюда. Вот скажете. Или он скажет. Нет, не моя, не моя, не моя. А давайте смотреть. Ага. Вот я взял палитку эту. Вот чтоб видно было. Русан. Магазин Сарус. Своё? Так вот. Эта дама не твоя. Вот. Она тебя не знает и никогда не узнает. Почему? Потому что ты никогда Сарусу не приезжаешь. У тебя их нету. У меня в виду своих. Вот. И я признаю тебя не просто мошенником, а гениальным мошенником. Знаете почему? Сейчас я проверю. Идет на запись. Ты открутишься от любого суда. Я сейчас пару слов прошу скажу. Почему? Ты же не просто одет бы как железо все. У меня северный, у меня сибирский. Вот. На грани фантастики южный. И ты с юга саженцев привозишь. Или там тебе привозят. Ты перекупщик. Ты продаешь. Ты людям базги пудришь. Ты их обманываешь. Ты их обгораешь. Сами сагибнут. Попробую тебе предъявить претензии. Южный. Я вас не обманывал? Вы что не видели, что у меня на сайте написано Южный? Вот они пальчики. Вот они. Вот они. Я сейчас чуть-чуть это самое скажу о следующем. Был такой, еще один такой, вот, садовод. Он прошел много лет, где-то отголоски кто-то еще сейчас помнит. Вот. Его, его, это, ну, надо было мне дураку влезть в это дело. Продает дикторин. Садится дикторина. Назвал дикторинка. Ну, дураку ясно. Дикторин, дикторинка. Ну, дикторин, дикторинка. Ну, а мне этот мужик взял в его саду эту же дикторинку. Фотографировал, присылает фотографии. Понимаете, я смотрю, это обычно слива. Ну, и надо было мне ляпнуть. В то время я был в 10 раз более популярный. И тот более популярный. Я из-за того, что я назвал слива, он назвал слива дикторинка, а я это, как бы, разоблачил поневольно. Я на вопрос ответил. Вот, фотография, я говорю, а это слива? В чем я виноват? Я заработал такого ненавистника. Он ненавидел меня всей душой. Он ненавидел люто. Вот. Это надо было видеть. Вот что творилось. И, наконец, он сказал. Внимание. Валерий Константинович, я на вас суд подаю. А тогда же это все так же было. Интернет, переписка. Тысяча людей. Там все сотни меня слушают. Тогда на тысячи были. Десятки тысяч. И его тоже. И тогда я ему ответил так. С удовольствием. Я покажу, как вы это, это самое, что у вас на сайте мои фотографии. Вы присвоили. Наглую. Вот. Присвоили мои фотографии. Вот. Суд мне нужен. Меня хорошо знают. В тот момент меня действительно страна знала. Я приглашу 10, 20, 30 журналистов. Суд над Железовым. Я в своем слове объясню, почему так получается. Почему стране нет садов. Почему эти десятки, сотни, миллионов, не тысяч, сажатся в пруд. И сейчас их уже снова десятки, сотни, миллионов, сажатся в 45, уже готовы к поездке в весну ждут. И все. Биллиарды рублей. Туда. Шиш. Туда миллиарды. И по импульсам продолжаем. И кто-то хихикает. Покупаем эти же отравленные фрукты. Вот. В том числе и благодаря вот этому деятелю. Сейчас покажу. Я тут его физиология. Ой. Ладно, договорю, физиологию потом покажу. Вот. Так вот. То же самое. Идет уже в суд надо мной. Я его разоблачаю. Допустим, я фривитник. Допустим, я готов даже поехать в Афгатеринбург. Идет в суд. Я приглашаю десятки журналистов на десятках в телерадиостанции. Плюс телевизор, плюс журналы, плюс газеты. Меня все знают. Когда я приезжал, вот там мы и познакомились. Всего 10 лет назад. Он был никто. Звали никак. Вот. И 13-й год. И когда я выступал, а ради меня это было, назывался слет, приглашали три звезды. Приехала одна звезда Железов. Получается, ради меня этот слет был. Были других, даже этих, республик. Вот. Со всей страны, плюс республик. Ну, присвязались на слет. Так вот. В перерывах между выступлениями, а я выступал час, через два часа, еще два часа, через час, еще три часа, в перерывах меня отдыхать не давали. Ее в туалет ходить не давали. Четыре, все это знают, четыре селябинские телевизионные каналы брали у меня интервью. От пяти минут до двадцати минут. Вот. А теперь представляем, когда я на суде, я обвиняемый. Вот. Я так мечтаю об этом. Да вот. Допустим, в клевете, допустим, все это неправда. Допустим, он вырастил сад. Что это на самом деле его. Все. И тогда такая трибуна у меня будет. Ай, какая трибуна. Он будет доказывать, что вот тут сто, сто раз повторялась фотография. На ста сайтах она, одна и та же присутствует. Красивая фотография. Ну, вот такая, например. Вот. Вот. Вот они, вот. Это его сайт. Что это его сделано, а девяносто девять этих... Девяносто девять других сайтов со всей страны. Плюс Казахстан. Плюс Украина, Белоруссия. Прибалтика, Польша. Вот. И Россия само собой. Дальний Восток, Урал. Что все-таки это его фотография. Вот, видите. Любое, видите. Это его. А сотни остальных одинаковых. Это они присвоили. Они растут у него. К саду. Ну, вот. О чем я мечтаю. Мне нужна трибуна. Так как она... Меня никто не слышит. Так как мошенники процветают, я не могу ничего сделать. Понимаете? Интернет заполонил... Заполонил листа. Девяносто восемь, девяносто девять сайтов. Не имеет своих младших садов. Саженцы есть, младших садов нет. Саженцы есть. Самое смешное. Я еще раз. Активирязевская академия. Питомник Тимирязевская академия. Так и написано. Питомник Тимирязевская академия. Вот. Переписка с этим. С Агроном. Который отвечает за продажи, за рекламу. У вас есть этот самый фотографий с вашего сада? С плодами? Нету. Почему? Не плодоносят. Он вынужден. Мы вынудили его ответить. Ну, не плодоносят, отвечает он. Честно признался. А я потом еще смеялся. Уволили его, дед, после этого. Когда я это уже вслух произнес, и тысячи людей слышали эту мою фразу. Его ответ я процитировал. У нас в саду абрикосы не плодоносят. А саженцы откуда вы мне? Я до сих пор не понимаю. Ты же Тимирязевская академия. У тебя там чего только нет. И моя фотография. Вот самое главное, что моя фотография Серафима. Это такое позорище. И он говорит нет. Урожая нет, поэтому фотографии сада нет. Нечего сфотографировать. Вот присвоили, мы ее присвоили. И чужие присвоили. Как ты вырастил плоды абрикосов без абрикосов этих? Ну не понимаю я. Вот сижу, думаю, я сошел со мной, а градом сошел. Или он так забрался, что этот самый. Как тот самый случай, я уже его упоминал. Помните? Ильфа Петрова, помните? В сумасшедшем доме был один истинный сумасшедший. Остальные мошенники прятались от уголовного розыска. А он, сумасшедший, был один. Тихий, спокойный учитель географии. Взял, пришел в школу, взял эту самую. Развернул карту, повесил на школьную доску. Начал говорить, это Евразия, это Америка. Ее соединяет между ними береговый пролив. Смотрит, а его нет берегового пролива. Слушай. А ведь это святое береговое проливо. Он же этому учился. Вот сошел с ума. Илья, вы мне тоже сведете с ума вот этим. Давайте смотреть сюда. Вот. Итак. Господи, с кем я связался? Сколько можно? Вот. Итак. Значит. Вдруг мне пишет. Нет, кто-то видел фильм сада этого, Балькова. Нашел три фильма. Первый. Про перситы. Обратите внимание, это я с экрана снимал. Один персик. Второй персик. Ну, мелочок вот увидите. Вот этих роскошных персиков. Сейчас, минутка. Вот этих вот, что я показывал вам. Вот эти вот. Вот эти вот. Вы никогда не увидите, потому что у него их нет и быть не может. Как он выкрутился? Где-то может теплиться, где-то он достал несколько, нарезал прямо светками, как чувство дикое. И преподносит нам следующее. Вы не поверите. Называет один сорт. Заметьте, снимает сверху, и мы видим только один стол. Всё. Второй. Опять белочёвка. Третий. Опять белочёвка. Четвертый. Опять белочёвка. И пятый. Опять белочёвка. Ну, это оно же. Вот. Дальше пошли груши. Один сорт груш. Крюгер. Вот. Потом я увидел, что это тут, это, яблони Антоновка. Всё. Тот же стол. Где сад? Ну, подними ты камеру. Покажи, думаю, дерево, на котором растёт этот, Антоновка твоя. Почему так сверху снято? Нету сада. Кто ж так снимает-то? У меня тысячи фотографий. Я уже надоёл вам эти фотографии. Ну, пошёл сливу снимать. Это что, те самые роскошные сливы, что у тебя на этом, в каталоге и в этом, на сайте? Вот это вот роскошь. У нас у каждой бабки такие. Ну, чё ты им вот это вот надо, этим бабкам? Ну, он не просто, это, нехороший человек. Он пьяльный. Вот такие тоже бывают. Я сейчас докажу два примера. Вот первый. Называл Южный сад, уже тогда недавно не должна быть, что я клеветел. Суд, а на Дим. Любой подаст суд, любой это, вот. Он выкрутится. Чё у меня про Южный сад? Субтитры сказал, что у меня Южный сад так... Южный! Вот это гениальность. Гениальная гениальность. Это я в его пользу говорю. А то он, может, сам не догадался бы, выкручивался. Вот. А вот это вторая грань гениальности. Вы знаете, какой это год? Нет? Пятнадцатый год. Доклад Балькова. Съел слёт садовода в России. Как его туда пустили? Физиология. Вот. Нахватался любой учебник. Спросите, какое право ты имеешь выступать от имени садовода, когда ты ни хрена у тебя сада нет. Это пятнадцатый год, когда в тринадцатом году у него сама идея родилась, только благодаря мне. Я его за друга принял. Вот. Он ко мне в гости приезжал. Два дня жил. Ел мой хлеб. Я специальный хочу. Хлеб. Когда едят один хлеб, это дружба, это навсегда. А здесь Бродского минус двадцать восемь, Бродского, нахер. Вот. Уже ли зала сада персикового нет? А первой серии я бы показал этот сад. И это вот имеет такую, знаете, такая гениальная машина. Это какой-то, как он называется? Остроп Бендер. На Остроп Бендер бы от зависти сейчас повесился. Вот. Этот самый Бавроди бы повесился. Может, он и повесился. Вот. Я не знаю, почему он умер. Но если бы он увидел вот это, что человек с улицы, вот, выступает на слёте садовода в России. А ему хлопают. А он же ни хера не это самый. У него ничего нет за душой, кроме вот этого. Вот так вот. Как закончить эту речь? Как? Вот. Смотрите. В 2016 году он выпустил этот ролик, где у Железова нет персиков. Подлость невероятная. Почему? Он просто расчистил себе место. Ага, значит, персики есть, у Железова есть. Он продаёт, а сада нет. Это вот мошедник. А я ещё докажите, что я мошедник. Он же взял, показал, достали несколько этих, этих самых, там несколько десятков мелких персиков. Вот так вот. Пожалуйста. 2018 год. Слово 2016. Боже мой, за три года, вы знаете, есть мошедники, супермошедники. Есть супермошедники, которым ты мальком не годишься в эти. Это твой следующий этап будет. Три месяца, семечко посадил, через три месяца ты имеешь в виду. Ну, само собой, там эти, даже, даже, яблони, ты имеешь в виду, черешья, ты имеешь в виду, бандарины и прочее. От посадки семечков через три месяца. А ещё два месяца, а окупаемость и новость. То есть, через пять месяцев ты уже деньги вернул и жрёшь всё это самое. Тебя, конечно, до них далеко. Но когда-нибудь дойдёшь до этого. Вот, пожалуйста. Ну, сам. Эта фотография на сотни, на сотни сайтов. Когда ты вырастил, ты же продаёшь под этим видом посадинцы. Что люди получат-то, кроме мёртвого, замёрзшего, несчастного персика? А? Ты втираешь мозги людям, под которые не знают, что тут надо всего-то было нажать там, на твоём сайте, подобное в этом самом, в Яндексе. И сразу сотни высвечиваются. О, Боже. Куда идёт сюда? Вот ещё один. Вот ещё один. В суде с тобой по принципу. Ты меня обвиняешь, я тебя обвиняю. Встречный иск. Вот. И разобрались мы. Ну, что это такое? Сотня таких. И все говорят, каждый из них, ведь они же все, вы понимаете, сотни питомников, интернет-магазин, подряд саженцы. Они видят, абрикос, люди видят, вся сотня, кроме одного, наверное, хозяина этого, и ста девяносто девять, это всё, какие они? Люди думают, что у них будет вот этот красавчик. А их привозят на валу. Их потом садят, понимаете, рассаживают по этим самым. У меня много лет прошло, я не найду сейчас. Мне присылали тоже картинку, которая это... Вас-то не касается, вы вряд ли по горшкам рассажите. Вот это вот, то, что просажено в горшок, да? Вот эти. Это не про вас, кстати. Раз фильм учебный, значит, давайте до конца разбираться. Вот. Сейчас мы найдём эту самую даму, которая проверяет, кстати, плохо проверяет. В себе с рынок забит от этих надзоров толку, как от козла молока. По-другому сказать не могу. Сейчас я найду эту даму. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok. позорник посмел этого человека пустить все же лет пятьдесят с этом саду это подвижник вот она эта дама с погодами смотрит ничего сама не понимает ты этого не делал почему ты это выставил как будто вот этот садится вырастил а ты-то высылаешь себе почта или там по разным там как называются эти фирмы которые сейчас замедили свечи со почты и как доволом купил так доволоме продаешь потому что в горстках они не принимают вот эти вот он герой 20 минут объяснял что у него оказывается все друзья я буду заканчивать разговор значит будет третья серия посмотрим голодовцы отзывки пошли я сейчас не могу туда зайти в этот самый вот сам почему сразу решится 10-20 телефонов люди этого не любят а там первый отзыв значит моркова купил персик это яблони персик заберз про яблони аду похвалил зашла на полношение буду будем объективны я бы здоровья хватает допустим чтобы перейдя допустим до 1000 до 2000 метров до север она не обязательно погибли а вот персик погиб вот это пока один отзыв там где там я разместил вот этот фильм вот этот начале его разместил не пожарил да вот здесь написал в русском я разместил свой первую серию а сейчас будет вторая серия вот задумал зале как не садится покупать нельзя они вставлены в эти горшки помните я расскажу у чего с как подкроешь и чуть-чуть дернул вот если северится значит он был посажен в горшок перед продажей не берите ни в коем случае вот дома окажется что выдали из горшка земля сыпала сухие корни и от ребята так делать нельзя и женщина среди града мне написал аварий картотенович из-за вас чуть морду не набили вот почему потому что я начало дергать одну дергаю выскакивает горшка 2 2 3 меня хотели бить продавцы это не шутки это истина я вам говорю а вот эта дама она ничего не понимает она должна не берешься смотреть соответствует ли ну что там эти существует это еще это учеба еще раз говорю существует реестр это плодовое дерево если в реестре есть ну что-нибудь возьмем там привычное ну там допустим московская грушок вот она повесит берку она или вот хозяин это московская грушок все в районе будет раз во вторых не придерешься вот потому что уже она и смотрит чтобы соответствовало гостам и этим не гостам а дальше что а она догадается дернуть его а потом забраковать всю партию вы не сказать что вы что вы же вставили сюда вы людей подводите там обрубленные корни он привезет домой он начнет разрезать эту мягкую упаковку мягкую подчеркиваю кобра сыплется голая корни надо отрезать хотя бы половину корни отрежешь а что осталось то ведь они же вся страна вот этим болеет этим сотни пятом никого-то они мало того что они идут с юга уже такие это болезнь чтобы они лезли вверх вверх что у них метровый штаб хватит на сегодня это такое предатель такая подлость когда метровые штабы делают саженцу часто специально я показывал такие фильмы специально делают вот становится похож на саженцу пока же мощная высокая это штаб дальше идет кронова на саженцу похоже и никто никогда и что она понимает если бы она сказала так новый закон который когда-то железо сочинил продавать только после отрезки планы крона это закон это приказ и вот за этим бы следила и тогда оказалось что нельзя нижние ветки отрезать и раскоплять по разному уже избавляется одни же веток бывает ногтем бывает такое вот с удовольствием секатором на кольцо пододелают делают инвалида а крона верху и попробуйте отрезать так чтобы он сбалансировать то что корни изувеченные и там нет ни хрена кома земли нету и вот тогда выясняется что вот и тогда бы она не зря свою зарплату получала а не вот такой вот что для визу все я разговаривался я это все еще как там было сказки все кандидата заканчивают дозволенные речи до свидания будет ли третья серия а и Продолжение следует...